В этом видео мы рассмотрим, как создать новый профиль LinkedIn. Чтобы продемонстрировать это, на всех этапах этого курса я буду создавать учетную запись для Tracy Westblatt, которая является креативным директором в Explorer California. Во-первых, вы можете перейти на страницу регистрации, перейдя на linkedin.com. Теперь имейте в виду, что внешний вид и расположение этой страницы регистрации могут измениться, но процесс регистрации будет таким же. Итак, эти поля интуитивно понятны. Во-первых, я введу имя и фамилию Tracy. Затем я напишу ее адрес электронной почты. А затем создам пароль. Я предлагаю создать качественный пароль для вашей учетной записи, так как вы будете делиться очень важной информацией о себе. Я предлагаю пароль с 10 или более символами, включая буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы, например, знак припинания. Теперь убедитесь, что вы создали пароль, который вы запомните. И если вы запишите его, сохраняйте его в приватном безопасном месте. Наконец, как только я заполнил эти поля, я собираюсь нажать «Присоединиться сейчас». Далее linkedin запросит некоторые основные данные профиля. Я собираюсь продолжить и заполнить некоторые из них, но мы рассмотрим еще одну настройку учетной записи в предстоящем видео. Итак, у меня есть здесь ее страна, а затем я ввожу почтовый индекс. Я нажимаю «Далее». Наверху есть вопрос, являемся ли мы студентом. В случае Трейси нет. Затем запрашивается название должности. И в этом случае Трейси – креативный директор. Теперь вы заметите, что когда вы начнете вводить название должности, оно может автоматически заполняться здесь. И вы можете нажать на него. Если нет, это нормально. Просто введите название должности. Затем я ввожу компанию. И то же самое и здесь. Поле может автоматически заполняться. И здесь есть один вариант. Но это не тот, который я ищу, поэтому я вписываю «Эксплор Калифорния». Когда вы начнете вводить текст в этом поле, название компании может автоматически заполняться. А если нет, это нормально. Вы можете просто ввести название сами. Далее мне нужно указать отрасль. Ну, в этом случае не обязательно, чтобы отрасль совпадала с деятельностью компании. Главное, чтобы это была ваша отрасль. В случае Трейси – графический дизайнер. Она также креативный директор. И поэтому у нас есть несколько вариантов, которые мы можем выбрать. Она по большей части занимается цифровым маркетингом. И именно в этом ее сильная сторона. Поэтому я спускаюсь по списку к маркетингу и рекламе. Вы заметите, что есть куча различных отраслей, из которых вы можете выбрать. Я нажму на эту, и когда я закончу, я нажму «Далее». Затем LinkedIn спрашивает, для чего мы собираемся использовать наш профиль. Эта информация остается приватной. Но LinkedIn использует ее для персонализации вашего опыта. В этой ситуации я исхожу из позиции Трейси. Поэтому я собираюсь пойти дальше и нажать на последний вариант, что она еще не уверена. Открыта для предложений. Мы подошли к точке, где LinkedIn готов подтвердить, что я на самом деле настоящий человек. Попросим нас подтвердить нашу учетную запись. Я собираюсь пойти и открыть электронную почту Трейси для Эксплор Калифорния. У меня есть это на другой вкладке, здесь и ниже. Вот сообщение, которое я получил от LinkedIn с шестизначным кодом подтверждения. Я копирую его, а затем возвращаюсь к моей учетной записи LinkedIn. И вставляю его сюда и нажимаю «Подтвердить». Далее появится предложение загрузить приложение, которое гарантирует, что LinkedIn всегда будет под рукой. Я не собираюсь делать это прямо сейчас, но понимаю, что это доступно для вас через магазин приложений для Apple или Google Play для Android. Мобильное приложение – очень полезный инструмент, которым я бы советовала завестись. В этом случае я нажму «Далее». Затем LinkedIn, основываясь на данных, которые вы ввели на предыдущем этапе, предложит список некоторых людей, которых вы можете добавить в свою сеть контактов. Теперь вы можете перейти к этим контактам, нажав «Добавить 14 контактов». Вы заметите, что каждый из них автоматически отмечается галочкой. Если бы я хотел снять некоторые из них, я бы мог это сделать. А затем нажать «Добавить» скажем «12 контактов». Сейчас я пропущу этот шаг. Здесь вы впервые можете добавить фотопрофиля. Если вы уже подготовили это изображение, вы можете пойти дальше и сделать это. Но я собираюсь показать вам это в другом видео, так что пока мы нажимаем «Пропустить». Затем мы можем выбрать некоторые темы, которые вас интересуют. Это важный шаг, потому что LinkedIn использует эту информацию, чтобы помочь настроить вашу новостную ленту. Поэтому сейчас они предлагают, основываясь на всем, что я заполнила до сих пор, экономика, женщины-профессионалы, предпринимательство, зеленый бизнес, лидерство и менеджмент. Теперь я могу снять некоторые из галочек, если захочу, а также могу прокрутить вниз и выбрать некоторые другие варианты, например, технологии, маркетинги, рекламу, а также многое другое. Поэтому здесь можно найти несколько примеров, из которых вы можете выбрать, и LinkedIn действительно будет персонализировать вашу новостную ленту. Поэтому я достателно рекомендую вам уделить время, чтобы выбрать несколько вариантов. Когда закончите, можете отслеживать некоторые из этих каналов. Вот так просто мы создали учетную запись LinkedIn. Но это еще далеко не все. Здесь вниз.